сегодня будет мыться а айсан ты у нас сегодня будешь мыться тебя надо домой помыть а то из нас лезет 6 никогда это не закончится никогда это не закончится и из этой тоже все лезет все лезет ли не отлинеет ли не отлинеет без устали дорогие друзья добрый день меня зовут павел вы на канале хаски сегодня у нас будет видео про уход за шерстью хаски в принципе не только за хаски это подойдет в абсолютно любой собаки сегодня я вам покажу полный цикл так сказать ухода за шерстью то есть мы вы моим собаку вы чешем ее высушим но точнее вы моим расчешем ее я вам расскажу какие шампуни используются что как самые простые методы как ухаживать за шерстью то есть как ее вычесывать и сушить полностью расскажу чем мы пользуемся по химии по чистящим средствам вот по технике то есть какой фен что и как все вам подробно все вам подробно расскажем сегодня так что желаем приятного просмотра не забывайте ставить лайки подписываться и писать комментарии и так дорогие друзья мы находимся в ванной здесь соответственно мы будем мыть и потом сушить айсан соответственно душевая кабина вот она где у нас будет проходить мойка когда мы ее мы выбирали кабину брали побольше размер чтобы можно было ну зайти туда с собакой как бы спокойно помыться потому что кабина длинная то есть удлиненная она получается 90 на метр 20 по моему или 80 на метр 20 соответственно это гораздо удобнее чем стандартная угловая так значит следующий момент значит что кас момент что касается химии для мытья соответственно в лучше всего чтобы получить максимальный эффект использовать шампунь для собак соответственно в нашем распряжении есть шампуне вот таких фирм то есть крис кристенс спектрум ван это концентрат смотри соответственно шампунь оу систем пьюр вайт и отбеливатели значит сегодня мы будем использовать шампунь крис кристенсен концентрированный для того чтобы помыть шерсть айсан вот в принципе вот эти шампуни там они их много очень разных фирм они подбираются конкретно под шерсть собаки то есть а именно какая точно какой точный производитель и какая точно марка подойдет именно ваши собаки например можно узнать у грумера профессионального то есть там показать ему или сходить в салон один раз он сможет ну подсказать каким шампунем лучше пользоваться потому что например в нашем случае вот эти вот крис кристенсен это шампунь как нам сказали он подходит для шерсти коба и айсан вот соответственно это шампунь подходит для шерсти зохана вот ну и соответственно остальные потому что шерсть у хаски у хасок она отличается немного то есть не у всех собак прям шерсть одинаково у кого-то мягкая кого-то пожестче вот у кого-то среднее поэтому под каждую шерсть лучше подбирать свой шампунь чтобы достигнуть максимального эффекта это что касается шампуней значит еще такой момент что нам понадобится нам понадобится щеточка у нас самая простая которую нам подарили на выставке то есть она нам пригодится впоследствии уже после мойки когда мы будем слушать собаку вот конечно у профессиональных грумеров щеточки но такие более поинтереснее они расческами используют то есть но это уже они подбирают под под себя уже на основе своего опыта поэтому значит также нам поможет еще фен называется pet dryer вот модель вы можете видеть соответственно 24 киловатта и еще на киловатт этот обогреватель то есть воздух из него выходит теплый соответственно чтобы увеличить эффективность сушь значит еще что касается сушки в принципе можно и обычным феном вот у нас есть обычный фен на 24 киловатта вот то есть мой мощный такой как сказать людской но мы пробовали сушить феном хаску и скажу я вам это дело неблагодарное долго происходило сушка то есть обычно то вот этим вот фен мощным сушка долго происходит а вот таким маленьким то есть это просто было были страдания казались что больше мы сушить так не будем потому что по нормальному это сделать не получается вот собака остается сырой соответственно если это идет подготовка к выставке какому тем важному мероприятию то поскольку шерсть останется сырой она вся сваляется и собака не будет пушистые весь результат пойдет так сказать хаски под хвост поэтому если рассчитывать ну то есть на какой-то хороший результат то лучше использовать вот такой мощный фен и соответственно хорошую химию для ухода за шерсть если не стоит речь о том что нужно получить какие-то высокие результаты на выставках или еще что то то можно это все делать и более упрощенными методами например большая часть людей то есть они вообще не используют там никаких фенов или что-то то есть они используют но расчески вот такие просто то есть постоянно вычесывать собаку чук 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 он соответственно вот и но не использует такую так сказать продвинутую химию и технику потому что но что скрывать это в принципе вещи достаточно дорогие то есть вот такая сушилка стоит в районе 20 25 тысяч рублей соответственно на шампуне они тоже не дешевый получается каждая из этих баночек тоже стоит в районе пяти тысяч если момент что объем у них большой и его хватает хватит на несколько лет но все равно изначальные вложения они очень большие вот так же обязательно обязательно для удобства сушки понадобится стол в нашем случае это стол сделан обычный козлик строительный хороший добротный то есть он не шатается это я уже просто его по плитке вожу так он не шатается он и меня выдерживает и собаку тем более то есть хороший сложный козлик какой-то профессиональный который идут готовые мы я не пнот я не покупал потому что ну как бы пока нет в этом необходимости можно и с этим сделать а так даже от такой казалось бы простой столик для грумера для груминга тоже будет стоить на зависимости от там модификации там но 10 20 тысяч самый простой а там может быть и дороже потому что они есть и с электроприводом то есть там со всякими своими на ворот почему вот мне все это пришлось купить ну потому что у нас постоянно выступающие собаки то есть это коба и зохан соответственно и поэтому чтобы постоянно держать их в хорошей форме то есть и чтобы они были хорошо вымыты начесаны и тому подобное пришлось все это приобретать то есть как я уже говорил для обычного для обычной рядовой хаски этого не нужно то есть можно обойтись и минимальным набором там расческой и феном потому что некоторые люди вообще даже не сушат собак но тут такой момент что если шерсть у хаски не высушить или плохо высушить она сама по себе будет очень долго сохнуть в теории конечно она высохнет и будет все нормально но если она будет очень долго сохнуть от шерсти будет исходить такой неприятный запах будет пахнуть сыростью и так как я уже сказал то есть мы все это покупали потому что мы активно ездим на выставке и в принципе в какой-то степени мы даже сэкономили потому что мыться надо перед каждой выставкой то есть не только даже перед выставкой когда собака линяет то есть надо по-любому там два-три раза собаку хотя бы продуть хорошенько лучше вымыть и продуть то есть чтобы получить максимальный эффект вот что мы сейчас делаем с айсан то есть если вы смотрели предыдущее видео там то как раз айсан мы выдували и все равно из нее сыпется шерсть соответственно придется сейчас идти как бы кардинальными методами то есть мы ее в теплой воде помоем мы ее хорошенечко просушим и хорошенечко еще прочешем и щёточкой то есть соответственно чтобы полностью выбить из нее вот эту вот шерсть которая у него вылинивает приходится постоянно убираться и шерсть везде то есть на кровати в каждом уголку в вольере то есть клочьями летает постоянно убираешь то есть у нас и так есть два пылесоса вот то есть но вообще про чистоту и уборку помещений с хасками я вам отдельно скажу у нас скоро будет вы выпуск как бороться за чистоту с таким количеством собак но то есть шерсть лезет и соответственно даже с большим количеством чистящей техники такой можно сказать полупрофессиональный с ней бороться сложно поэтому надо приступать кардинальным вот надо бороться шерстью кардинальными и так сказать профессиональными методами по сути такой набор это можно сказать это профессиональный груми в домашних условиях потому что у грумеров которые занимаются этим этим профессионально то есть ну почти такие же фены может быть помощнее будет или других фирм более дорогие косметику и химию они используют точно такую же то есть кристинтесен от олсистем и тому подобное то есть это одни из самых лучших шампуней и косметики для для животных соответственно ну у каждого естественно есть стол в нашем случае это самодельный но у грумеров он покупной такой хороший еще с дугой который можно собаку привязать чтобы она сидела на нем смирно вот ну и соответственно многолетний опыт в мойке и стрижке собак то есть это так сказать домашний профессиональный комплект то есть если у вас много собак например там две три и вы часто планируете ездить на выставке то по-любому придется что-то подобное покупать может быть не сразу а со временем потому что просто съездить в груминг салон и помыться ну вот у нас было по региону стоит две с половиной три тысячи то есть по по области вот где вот рядышком со мной две с половиной три тысячи там пару раз мы мылись и когда-то давно за полторы но это была такая помывка и такой такой груминг что условно говоря лучше сам сделаешь руками чем там помыли с шампунем и как-то ее высушили собаку то есть это было ну просто вах фигня была какая-то непонятно соответственно такой набор при интенсивной выставочной карьере и там при большом количестве собак в принципе может даже сэкономить и время и деньги потому что час туда три часа там там час обратно это хорошо если часто и соответственно на помывку собаки может уйти один день то есть в легкую соответственно только но только этим и сможешь заняться в этот день а так в принципе на один цикл сушки у нас уходит примерно полтора два часа то есть помыть собаку высушить ее выдуть вот все как бы убраться после этого где-то занимает в среднем два часа куба так как у него очень длинная и такая тяжелая для обработки шерсть для сушки он сушится долго но остальные у них шерсть коротенькая то есть ну можно помыть даже 3-4 собаки за день то есть если поставить такую задачу вот если но то у нас сейчас идет линька активная то есть айса ласка вот у нас сейчас линяя барсик линяет зохана мы выдули коба мы выдули но все равно они чуть-чуть выпускают из себя шерсть то есть они подлинивают и возможно тоже придется их помыть или хотя бы еще разок выдуть ну что касается чистоты чистоты мойки собаки если не использовать химию то собаку можно мыть часто то есть например она там сильно испачкалась или там вот изглаздовость а то есть можно мыть сколько сколько нужно если мы говорим о том что именно идет использование вот такой химии то есть а эта химия сильная то есть но она как бы профессионально качественная но это все равно сильная химия и для шерсти это не проходит бесследно тогда лучше использовать всевозможные кондиционеры которые идут после ну которые нужно применять после мойки дополнительно давать витамины для шерсти то есть восстанавливающие там с кератином и тому подобное есть например вот капли essential их часто капают на кожу в собакам которых интенсивная выставочная карьера чтобы то есть компенсировать вот эту вот нагрузку который дается на организм то есть но на шерсть там используется не только шампуни но также там их и беля всякие фиксаторы фиксаторы объема то есть вот такие вот используются вот такая профессиональная косметика лесово поэтому это все идет как бы нагрузка на шерсть если часто используются подобная косметика то как бы нужно дополнительные витамины для шерсти соответственно по поводу того какие то они будут и что нужно это уже надо советоваться с профессиональным грумером или грумером ну короче это надо делать с профессионалом кто в этом разбирается просто так прийти в магазин там каких-то витаминчиков для шерсти попросить то есть ну как бы делать этого не стоит не надо заниматься самодеятельность так но это что касается теории теперь айса гуляет и наверное еще минут 10 она будет гулять значит в этом ведерочке я разведу шампунь вот этот вот спектром ван концентрированный значит соответственно у него он разводится по моему в концентрации восемь к одному то есть одна часть шампуня и восемь частей частей воды то есть он очень хорошо мылится вот его мы покупали по моему год назад очень много мыли соответствии с расходов столько вот столько то есть в принципе ну как и говорил то есть такого большого объема хватает надолго еще что касается самой мойки мы сейчас будем мыть в теплом помещении то есть это у нас наша ванна в принципе можно мыть собаку на улице но сейчас на улице у нас холодно то есть несмотря на то что в окошке солнышко светит и вроде бы весна но на улице очень холодно значит у меня появился усложняющий фактор вот он бегает усложняющий любимый самый любимый фактор вот он ползает тут так значит на что меня значит мыть мы собаку будем в ванной теплое помещение соответственно в душу в душевой да душевой будем мыть значит у нас будет теплая вода и и помещение само по себе теплая в тюрьме можно мыть собаку и на улице но сейчас несмотря на то что у нас там типа весна и тепло на самом деле на улице прохладно и на улице нету вывода теплые теплой воды а если собаку даже в теплую жаркую погоду на улице помыть ледяной водой так сказать только холодной ну как там колодезно или тому подобное то собака очень быстро замерзнет то есть несмотря на то что у хаски там типа это зимняя собака у нее супер шест но если эта шерсть намокла соответственно она уже не греет и собака замерзнет просто моментально соответственно будет дрожать соответственно это и не понравится она будет вырываться и да можно собаку также застудить поэтому лучше мыть собаку то есть это теплой водой то есть но градусов где-то ну там 22 2 25 вот так вот то есть что она была теплая как ну приятная для человека и можно чуть-чуть по прохладнее сделать вот чтобы и будет для собаки самое нормальное вот соответственно то есть как бы вот такие вот нюансы то есть несмотря на что что хаска супер собака там супер шерсть но все это супер шерсти работает только когда сухая если она намокла то все баста надо сушить иначе собачки будет очень фигово но это так что то я это не туда меня понесло и так значит сейчас я пойду за собакой за айсан мы ее я ее приведу то есть у меня здесь все готово единственное что наведу сейчас разведу вот тут вот шампунь концентрированного звездочка айсан можете посмотреть она выглядела не полностью вообще какая-то дворняшка они у нас красивая выставочная породистая хасочка да вообще не пойми что не пойми что но мы это исправим сейчас она чуть-чуть покушаем потому что у нас время кормежки чтобы она не металась она нагулялась я как раз сейчас переодену чтобы начать мыться начать ее мыть значит шампунь я подготовил вот он в углу все наведем намыливать будем губочкой у нас специально вот это вот есть так что все готово вот ну а потом покажем результат после того как она высохнет но сейчас вот так вот то есть но так с тебе так себе вот так вот вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Ну, тут макушка у нас сырая, она сейчас будет дома, это она сама высушит Ну, вот, то есть у нас хорошо продулись, помылись бока Хотя это не финально, потому что, видите, все равно еще лезет Все равно еще лезет, потому что не закончился у нее еще процесс линьки Надо будет еще пару раз выдувать Вот, сейчас попробуем ее еще вычесать Повычесывай нашей расческой, да, красавица ты наша Иди сюда, иди сюда, иди сюда, давайте воды налью А ты хочешь пить? На, попей Ну, конечно, эффективность у этого метода такая себе Но все равно есть Все равно есть То есть все, что не удалось выдать, можно вычесать И вот так вот происходит избавление от старой шерсти Значит, процедура эта, конечно, длительная Можно сказать, муторная Но, как говорится, любишь кататься, люби и хасочку чесать Вот, значит, для чего это нужно? Ведь может собака как бы и так вылинить Вот, но тут фишка такая Чем быстрее избавится собака от старой шерсти Которую она сбрасывает, ну, после зимы, вот в нашем случае Тем быстрее она обрастет новой шерстью И, соответственно, сможет, например, принять участие в выставочном сезоне новом Вот, который у нас там весна-лето получается Соответственно, собака может, конечно, принять участие в выставке и в этой И в линьке глубокой Но, если она выйдет в ринг с собакой, которая будет в полной шубе То есть, соответственно, которая вылинила пораньше И уже успела одеться Ну, или получше выглядит, более пушистой То, скорее всего, она проиграет Потому что, видите То есть Ой, картина упала Вот это я правду сказал Поэтому То есть Уход за хасочками Это дело сложное Да, ну, соответственно, особенно если вы хотите там участвовать в выставках И получать какие-то результаты То есть Уход за шерстью Это одна из составляющих успеха Да, то есть Помимо того, что собака изначально должна быть хорошей То есть от природы То есть у нее должен быть потенциал для выставки Вот, который Соответственно, можно развить То есть Занимаясь физическими упражнениями Тренировками Да, соответственно Помыв, подстричься Помыв собаку Подстричь ее правильно То есть, чтобы придать ей более выигрышные формы Чтобы она хорошо смотрелась То есть, соответственно, вот так вот Рождаются Точнее, чемпионами не рождаются Их делают То есть в них вкладывают очень много сил И времени Да, и, соответственно В нашем случае Силы и времени в нашем веке капитализма Это деньги Да, потому что Шампуни деньги большие Сушилка деньги Грумеры тоже деньги Хороший корм тоже деньги Поэтому Как ни крути А содержать Хаски Ну, как и другие некоторые породы собак Это Большие деньги Ну, например, если Там какие-то серьезные Заявки Там на спорт Или на выставки Потому что Даже если мы не выставочные Ой, собаки А какие-нибудь спортивные Ну, там свои деньги Там свои заморочки Нарты, снаряжения Шлейки Туда, сюда Там десяточка Тут десяточка Да? Ничего запутываешь И получается Такая цена, что Ух Мама не покажется Да, ты молодец Ай, ты молодец Какая послушная Вот так вот Сейчас мы ее почешем Вот так вот, да Очень умная собака Очень умная собака, да Вот так вот Будешь у нас красавица Да, вернешься к выставкам Да, повыставляем тебя Сейчас обрастем Иди сюда Давайте я дам вкусняшку На, Айса На вкусняшку То есть Можно собаке дать вкусняшку Чтобы ее Отблагодарить На Держи Во Молодец Ты очень хорошая девочка Давайте я еще чуть-чуть Немножечко почешу Вот так вот Вот так вот Значит У нас процесс мойки Прошел достаточно Достаточно легко Потому что Айса Как таковая Мойки не боится То есть она достаточно спокойная Но в принципе По ней это видно было Как она сушилась Смылась конечно она дергалась Но это ничего То есть Обычно у собак Которые не подготовленные К этому У них истерика То есть крики Слезы там Вырываются Кусаются даже Да Айса Ну это не про нас Не про нас Вот Соответственно Как приучить собаку К фену Ну потому что Они боятся там Душа Фена Громких звуков Вот который Во время сушки Мы Я в следующем видео Покажу Как приучить собаку Чтобы она этого не боялась Потому что у нас есть ласка Ну что такое Что-то запутывать У нас есть ласка Которая боится Боится сушилки Вот она боится сушилки Соответственно На живой примере Покажем Как это приучить Чтобы она не боялась Соответственно Так же это относится И к пылесосам Там К любым другим вещам Которых боится собака Вот Соответственно Сейчас я еще чуть-чуть Дочешу Ну еще и придется Вымывать Ничего страшного Значит еще такой момент По поводу Блин Волосы даже во рту Значит еще такой момент По поводу Мойки собак Если собака Обработана От блох И клещей Средствами Которые Там вот На колку наносятся Спреи И тому подобное Вот эти вот все То Такая мойка Она может Ну с шампунем То есть хорошая такая Она может уменьшить Эффективность Этих средств Потому что промывается все Соответственно То есть Надо это учитывать То есть Посмотреть инструкцию Там на ваших средствах Которые вы используете И тому подобное Потому что Может быть Там есть на некоторых Ну например Рекомендации То есть мыть только Не раньше чем через неделю Ну То есть надо почитать инструкцию Там все это написано То есть производитель Обычно все это предусматривает И пишет что и как Вот Соответственно Если такое Получилось Что собака часто моется Значит надо рассматривать варианты Там что-то типа спреев Которые можно В любой момент попшикал И как бы защита восстановилась Вот так вот Ну сколько у нас шерсти Сейчас я это все соберу Раз-раз И Будет все красиво Значит Вот такая вот у нас получилась Вот такое получилось видео Огромное спасибо За просмотр Фу Вот Так что Повторюсь Не забудьте поставить лайк Если вам это видео понравилось Напишите Комментарий Вот это поможет В продвижении И развитии канала А также Если будут какие-то вопросы Обязательно пишите На все постараюсь ответить Может быть Задайте какой-то интересный вопрос По которому потом я сниму видео Так что До скорых встреч Дорогие друзья Всем пока Пока